Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников. Я поздравляю вас с наступившим Новым Годом. И вот мы продолжаем наши высокоинтеллектуальные занятия. В прошлом году мы достаточно много времени посвятили разнообразным парадоксам гидродинамики. И парадоксу изогнутой трубы. И вопросу о том, как работает вертушка Феймана. И долго говорили о том, какому месту в реактивном двигателе приложена реактивная сила. И разборка с парадоксами гидродинамики, я думаю, продолжится и в этом году. Ну, тут надо сказать, а что такое парадокс, об этом надо не забывать. А парадокс это такая ситуация, когда мы в нашем рассуждении попадаем в ловушку, которую мы сами себе вот так невзначай, специально этого не планируя, и подстроили. И разбирательство с парадоксами, конечно, очень полезно. Потому что оно позволяет нам многое узнать и о природе вещей, и о нашем с вами мышлении, о том, откуда берутся наши ошибки, как это все получается. И вот такой парадокс я хочу и сейчас предложить вашему вниманию. И парадокс, который мы с вами сейчас будем обсуждать, возник у меня при подготовке ролика, посвященного прямоточному воздушно-реактивному двигателю. Но там так много своих проблем. Итак, не просто понять, куда приложена сила реакции, действующая в этом двигателе, что я подумал, что часть вопросов имеет смысл вынести в отдельный подготовительный ролик. И вот я для этого приготовил такой макет своего рода, соединив две трубки, широкую и узкую. И представьте себе, что мы с вами сейчас сидим в большой аэродинамической трубе, и оттуда на нас течет воздух. А можете представить, что мы сидим на самолете сверху и держим эту трубу, и летим, ну что-то нам навстречу дует воздушный поток. И как хочется при этом рассуждать. Вот сюда воздух втекает, в широкую часть. Потом он сужается и вылетает из узкой части этот поток. Ну и стало быть, поток, наверное, должен вылетать отсюда с большей скоростью, чем скорость, с которой он влетает в широкую горловину. А раз так, то получается, что эта штука ускоряет воздух. И служит своего рода двигателем реактивным. Хотя мы ведь не сжигали в нем никакого топлива, правда. И похоже, что где-то в наших рассуждениях сидит ошибка. Не может быть так, чтобы вот такое устройство без подведения энергии. Само установленное на крышу самолета работало как реактивный двигатель. И эту ошибку нам и предстоит найти в этом ролике. Ну и тут я начинаю рассуждать и говорю. Ну ладно, допустим, что это правда. Что вот здесь у меня вытекает из заднего сопла ускоренная струя. Порисую-ка я тогда давление. Вот она вытекает в атмосферу. Это значит, что здесь давление в струе атмосферное. Ну вот я линию атмосферного давления провел. И относительно нее все буду рисовать. Значит, у меня здесь давление атмосферное. Здесь струя не ускоряется. Здесь оно везде атмосферное. А здесь у меня струя сужается. Значит, она ускоряется в этом месте. Это означает, что вот здесь в конической части давление больше, чем в цилиндрической задней. И вообще оно здесь растет и растет, чтобы загонять воздух в узкую трубку. Ну здесь у меня давление снова выровнялось. А теперь я иду с этой стороны и говорю. Ну елки-палки. А если я отсюда пойду, то ведь давление было атмосферным. И вот здесь у меня происходит разрыв. У меня вот эта линия с вот этой линией не сходится. И говорю, да понятно же в чем дело. Это означает, что вот здесь на входе у меня находится область повышенного давления. Вот она здесь нарисована. А что это означает для того воздуха, который сюда подтекает? А это означает, что он, подходя к этой области, тормозится ровно так же, как выходя из этой области, он здесь ускоряется. А раз он тормозится, это означает, что центральная линия тока, она, конечно, такая. А здесь у меня получается такая расширяющаяся вороночка. Воздух, натекая на эту область, замедляется и струя расширяется. И надо смотреть на соответствие вот этого сечения. Не входному сечению, а сечению где-то здесь в вороночке. И вот здесь у меня скорость, какая была, такая и будет там, сзади, на выходе. Ну, линии давления здесь, соответственно, надо нарисовать вот так. То есть, все происходит так, как будто вот здесь есть сужающаяся часть самой воронки. Она, конечно, чисто воображаемая. Воронка была только сзади, но тут у меня как бы такая часть достраивается мысленно. И тогда противоречия нет, с какой скоростью воздух подтекал здесь. С такой он и вытекает, он тормозится на входе в этой воронке, расширяющейся. И ускоряется на выходе вот в этой воронке, сужающейся. Ну и теперь хочется взять и нарисовать эту картинку. Уже не в рассуждение, в какой-нибудь программе. Ну, я обычно использую, как вы знаете, программу Визимак для моделирования магнитных силовых линий. Поскольку уравнения, описывающие линии тока, идеальной жидкости и линии магнитного поля, они одни и те же. И можно на эту картинку посмотреть. Давайте мы возьмем и на нее посмотрим. Ну и вот мы видим, атмосферное давление здесь зеленое. И во входной области давление действительно выше атмосферного. Оно здесь показано синим-голубым. Но в выходной трубке давление отнюдь не атмосферное, как я рассуждал. Оно ниже атмосферного. Показано красным. А потом на выходе из этого сопла давление снова становится атмосферным. Так что в моем предыдущем рассуждении не все было учтено. И вот эта компьютерная симуляция позволяет нам уточнить наше рассуждение. И вот я свою картинку поменял. Показал, что здесь у меня давление растет перед входом в трубу. А здесь оно в широкой части выше атмосферного. А здесь в узкой части оказывается, что оно ниже атмосферного. И дальше за выходом давление где-то быстро падает. Нет, растет до атмосферного. Но это значит, что здесь есть небольшое расширение потока вот в этой части. Ну и теперь, конечно, хочется на все это посмотреть в эксперименте. Ну, во всяком случае, мы можем попытаться померить давление в какой-нибудь такой сужающейся трубочке. Чем мы сейчас и займемся. И с этой целью я собрал вот такую весьма примитивную установку. Это у меня, конечно, никакая не аэродинамическая труба, а просто труба от пылесоса. Здесь напротив стоит сужающийся стаканчик с обрезанным дном. Ну и еще у меня имеется датчик относительного давления. Я его запускаю. Мы видим, что давление относительно атмосферного равно нулю. А теперь я включаю пылесос и завожу трубку. И вот я вижу, что давление в этой области повышено. Оно повышается и дальше. И только к концу трубы давление падает и даже становится чуть-чуть отрицательным. Ну, падает до нуля, до атмосферного. И, в общем, я бы сказал, что оказалось, что то, что мы увидели ближе к моей первоначальной схеме, чем к уточненной, отрицательного давления на сужение мы практически не увидели. Ну, наверное, все дело в том, что в этой системе, в реальной, нельзя пренебречь вязким трением, которым я пренебрегал в своих рассуждениях. И, тем не менее, мы увидели существенный наддув в 150 паскалей в основной части трубы. И эти рассуждения про наддув нам, конечно, очень пригодятся. И в ролике про прямоточный реактивный двигатель, который мы таки собираемся снять. Ну, а теперь наш вывод, который стоит повторить еще раз. Если у вас имеется поток воздуха, который набегает на сужающуюся трубу, то вовсе не весь вот этот вот цилиндр втекает в эту трубу, но лишь гораздо более узкая трубка тока, которая расширяется на подходе. Такая вороночка. А здесь в трубе у нас устанавливается повышенное по отношению к внешнему атмосферному давление. Ну, и, кстати, теперь, наверное, пора задать наш заключительный вопрос. А что будет, если я трубу наоборот вот так расположу сужающейся частью по отношению к воздушному потоку? Как теперь распределяться давление? Ваши соображения на этот счет пишите в комментарии к этому ролику на ютубе.